Здравствуйте, мои дорогие! Всех приветствую на своем канале. Продолжаем работать с текстами писаний. Сегодня я решила продолжить тему, которая связана с последними временами, с теми проройствами, которые у нас есть в богодуховенных текстах. И вот о чем я сегодня хочу поговорить. Достаточно любопытный комментарий был отставлен под моим последним видеоматериалом. Девушка мне написала о том, что она со мной прощается, что скоро придет сам Господь, и Он заберет часть человечества на небеса. И мне хочется поговорить с вами на эту тему, поскольку развелось достаточно много каналов с уже пророками, которые вещают об этом. Это каналы эзотериков, это такие каналы, как канал Натальи Губиной, это канал Живое Слово, где проповедует Елена. Я вам хочу сказать, что да, есть у нас в богодуховенных текстах любопытные строчки. Это у нас текст апостола Павла, я сейчас вам зачитаю эти цитаты, где говорится о сретении с Господом. Но это не значит, что человечество покинет землю и будет жить где-то в другом измерении. Ничего подобного. Земля дана нам на века, и праведные люди наследуют именно землю, именно на земле воцарится рай. Поэтому, когда вам подобные вещи рассказывают ваши лжепророки, обличайте им, говорите им, поскольку это голод слышания слов Господних. Они читают книги, они пытаются изучать богодуховенные тексты, но при этом искажают информацию. Итак, давайте обратимся к текстам Писания. Это у нас слова апостола Павла. Первое послание к Фессалоникийцам, глава 4, стих 16-17. Вот от этих строчек и отталкиваются вот эти вот лжепророки. Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба. И мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых вместе с Ним, восхищены будем на облаках, в сретении Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. Да, с Господом мы будем. Поскольку сам Иисус Христос не зайдет с небес. Но снизойдет-то он куда? На землю? Ну да, частично будет такой эпизод в жизни, что будут все восхищены на облаках, в сретении Господу. То есть, как бы воспарят, торжествуя. Но давайте оттолкнемся от понятия небеса. Небеса это уже один сантиметр от земли. На каком расстоянии приподнимутся люди в момент приветствия Господу, достаточно сложно понять. Но то, что жить будут не на облаках, а жить будут на земле, это однозначно. Поскольку это доказывают богодуховенные тексты. Давайте начнем с вами с текстов Корана. Это у нас сура пророки 105 аят. Мы уже писали в писаниях, после того, как было записано в напоминании хранимой скрижали, что землю унаследуют праведные рабы. Вот эти строчки говорят о том, что уже заранее было написано, до текстов Корана в других текстах писания, что землю унаследуют праведные люди. Не небо наследуют, не другие планеты, а именно землю. Нет, возможно, конечно же, часть народа Господь Бог отправит куда-то в другое измерение, в преисподнюю, поскольку они будут наказаны. Но на земле останутся праведники. И это доказывают тексты. Я сейчас вам зачитала цитату из текстов Корана. Теперь давайте обратимся к Левиту. Глава 6, стих 11-12. «Пошлю мир на землю вашу, ляжете, и никто вас не беспокоит. Сгоню лютых зверей с земли вашей, и меч не пройдет по земле вашей, и поставлю жилище мое среди вас, и душа моя не возгнушится вами, и буду ходить среди вас, и буду вашим Богом». Такое впечатление, что наши лжепророки вместе со своими лжеподписчиками собрались куда-то от Бога подальше. Давайте теперь обратимся с вами к откровению Иоанна Богослова. Это у нас глава 21, стих 1, 2, 3. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящийся, «Скини Бога с человеками, и он будет обитать с ними, они будут его народом, и сам Бог будет с ними Богом их. И отрет Бог всякую слезу, сочи их и смерти не будет, уже ни плача, ни бопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Дорогие мои, да, вот в этих пророчествах говорится о том, что снизойдет с небес город Новый Иерусалим, и будет новое небо и новая земля. То есть обновленное небо, обновленная земля, это новое состояние человечества, новое человечество, праведное человечество, будет царить на земле вместе с Богом. На данный момент я это доказала при помощи текстов Нового Завета. Давайте вновь обратимся к текстам Ветхого Завета. Подобные цитаты. Это у нас из Езекииль, глава 37. «И будут моим народом, и я буду их Богом, а раб мой Давид будет царем над ними, и царем, и пастырем всех их, и они будут ходить в заповедях моих, и уставы мои будут соблюдать, и выполнять их, и будут жить на земле, которую я дал рабу моему Иакову, на которой жили отцы их, там будут жить они и дети их, и дети детей их вовеки. И раб мой Давид будет князем у них вечно. И заключу с ними завет мира, и завет вечный будет с ними. И устрою их, размножу их, и поставлю среди них святилище мое навеки». То есть святилище будет стоять на земле. «И будет у них жилище мое, и буду их Богом, и они будут моим народом. И узнают народы, что я Господь, освящающий Израиля, когда святилище мое будет среди них вовеки». Смотрим тексты дальше. «День этот будет единственным неведомым, а ведомый только Господу. Ни день, ни ночь, лишь в вечернее время явится свет». Это у нас 14 глава Захарии. «И будет тот день, живые воды потекут из Иерусалима, половина их к морю восточному, и половина их к морю западному. Летом и зимой так будет, и Господь будет царем над всей землею, и в тот день будет Господь един, и имя его едино». Так Господь будет царем над чем? Над всею землею. Он будет един, и имя его будет едино. И все это произойдет, и после этого Он будет царствовать вечно. Это доказывают Богодуховенные тексты. Но давайте теперь к третьей книге Ездра обратимся. Сам момент прихода Иисуса Христа. Неоднократно вам уже зачитывала эти цитаты? Это у нас с вами 7 глава. 28 стих. «Ибо откроется Сын Моисус теми, которые с Ним и оставшиеся будут наслаждаться 400 лет». Где будут наслаждаться? На земле, мои дорогие. Потому что все остальные события, которые здесь описаны, тоже на земле. А после этих лет умрет Сын Мой Христос, и все люди, имеющие дыхание, обратится век древнее молчание на 7 дней, подобно тому, как было прежде. Так что не останется никого. После же 7 дней восстанет век усыпленный, умрет поврежденный, и отдаст земля тех, которые в ней спят, и прах тех, которые молчаливо в нем обитают. А хранилище отдадут веренные им души. Тогда явятся Всевышние на престоле суда, и пройдут беды, и окончится долготерпение. Показан будет рай, плод которого пребывает нетленным, и в котором покой и врачество. Так что, мои дорогие, рай будет показан на земле. И плоды рая, это нетление, это наши нетленные тела. Что такое нетление? Для тех, кто не понимает. Это тела, которые могут самовосстанавливаться, которые могут самоомолаживаться. Либо люди совершенно не будут стареть, достигнув зрелости. То есть, вот эти все процессы, которые в нас происходят, они будут настолько совершенными, и достаточно будет информационно-энергетических потоков Духа Святого, чтобы они восполняли энергетику таким образом, чтобы тело человека было всегда молодым, всегда нетленным, вечным. Но все это будет происходить, мои дорогие, на земле. Не на каких-либо других планетах, о чем говорят вам некоторые проповедницы. Не буду называть имена. На этом все. Все вам доброго. До следующих встреч. Обличайте этих людей. Говорите им. Поскольку незнание богодуховенных текстов, искажение информации, приводит к путанице. в мозгах людей, приводит к тому, что люди не знают, что произойдет, то есть у них появляется даже определенный страх. Нам совершенно этого не нужно. Мы должны быть готовы к второму пришествию Иисуса Христа. Мы должны начать жить по заповедям. Об этом говорят все богодуховенные тексты. Так начинайте. Начинайте это делать с завтрашнего дня, с сегодняшнего дня. И запомните, праведники наследуют эту землю. И она дана нам на века. Всего вам доброго. До следующих встреч.